хотите на своем сайте joomla организовать систему личных сообщений это сделать будет легко с компонентом dj message как настроить его и как им пользоваться подробнее в этом видео меня зовут федор васильев и поехали и так dj message ранее я выпускал уроки от автора dj extensions точка ком такие как доска объявлений каталог магазин и другие их не компоненты в этом уроке я хочу показать вам классный компонент dj сообщения то есть это личное сообщение между пользователями на вашем сайте то есть возможность переписки между пользователями можно переписываться как на сайте так и сообщение будут доходить к вам на почту ссылку на данную страницу личных сообщений оставлю в описании под этим видео можете перейти ознакомиться компонент полностью переведен на русский язык и он интегрируется с популярным компонентом доски объявлений диджей класса fields давайте приступим к настройке данного компонента на момент записи видео я использую jumla последней версии 395 и давайте произведем установку компонента личных сообщений устанавливается он как обычно расширение менеджер расширение установить у меня имеется компонент dj message последней версии на момент записи видео 109 и русификация к нему сначала я перетаскиваю компонент простым образом в эту область на сайте отпускаю мышь установка пакета успешно завершена и сразу перетаскиваю русский язык русификатор автоматически устанавливается давайте посмотрим на компонент он находится компоненты dj message имеется всего три кнопки их будем разбирать сообщение шаблоны пользователи также есть кнопка настроек здесь будут находиться сообщение в админке здесь шаблоны тоже рассмотрим и пользователи пока что я здесь один супер юзер единственное что мы не сможем протестировать это отправка писем на почту так как я показываю на сайте расположенном на компьютере на open сервере это можно протестировать только на хостинге и так сначала пройдем в настройки кликаем по этой кнопке настройки уведомлять администратора включая в положение да как только включаем сразу появляется выбрать администратора это поле кликаем вот по этой иконочке выбираем себя супер юзера все выбран кнопка написания сообщения отображать кнопку написать которая позволяет создать новое сообщение и выбрать получателя давайте отображать и здесь у нас еще есть кнопка права если мы сюда перейдем здесь нужно кое-что разрешить именно для зарегистрированных пользователей мы будем на сайте размещать систему внутренних сообщений для зарегистрированных пользователей на сайте соответственно здесь мы выбираем регистрат и напротив создание сообщения в 10 выбираем разрешено ответ на сообщение выбираем также разрешено и отправка вложений то есть чтобы можно было подцепить вложение к сообщению ну прицепить какой-то документ например если вам это нужно тогда тоже включаем разрешено нажимаем сохранить закрыть давайте пройдем в плагины посмотрим что у нас там есть мы видим несколько плагинов которые установились автоматически при установке компонента диджей месседж чтобы они у вас все вот так отсортировались наверху надо кликнуть вот здесь в углу по айди дважды мышкой и у нас все что недавно установилась здесь показано 4 плагина отключены нижние два плагина диджей класса fields мы не трогаем это интеграция с компонентом диджей класса fields на данном сайте этого компонента нет поэтому это показывать я не буду диджей месяц диджей класса fields тоже пропускаем и два плагина система диджей месяц давайте зайдем внутрь они нам понадобятся поэтому данный плагин мы включаем и три кнопки показывать во фронтальной части сайта показывает дополнительные параметры во фронтальной части сайта но опять же чтобы нам понимать что там будет показано нам нужно это все включить потом мы настроим гибко под себя, что-то отключим, что-то включим, все, что нам требуется. Поэтому здесь включаем в положение «Да». Как только включаем в положение «Да», появляется еще одна кнопка «Показывать при регистрации». Но давайте включим «Показывать». Показывать настройки. Показывать. Принимать сообщения. Должны ли пользователи получать сообщения из внутренней системы обмена сообщениями по умолчанию? Давайте поставим «Да». И появляется новая кнопка, если выбрали «Да». «Профиль виден». Должны ли профили быть видимыми другими пользователями по умолчанию? Ну, пускай будет тоже «Да». Сохранить, закрыть. Как я уже сказал, мы сюда в любой момент можем вернуться и отключить те или иные настройки, которые нам необходимы. Есть еще один плагин. «Профиль DJ Message». Давайте зайдем внутрь. Включим его. Настроек в данном плагине нет. Его нужно только включить. Плагин нужен для того, чтобы мы могли с внутренней страницы писать сообщение. Включаем его «Сохранить, закрыть». С плагинами разобрались. Давайте теперь посмотрим модули. Перехожу в модули. И здесь у нас с вами два модуля от компонента DJ Message. Давайте зайдем вот в этот сначала модуль. Сразу его включаем. Показать заголовок. Либо переименовываем, либо вот здесь его скрываем. Сразу позиция. Так как у меня шаблон «Протостар» я выбираю позиция 7. Это справа. Вы выбираете свою позицию, соответственно, вашему шаблону. Здесь у нас по-русски все написано. Модуль уведомлений для компонента DJ Message. Показывает иконку. Отображает иконку. Выбираем «Да». Если выбираем «Да», то всплывает еще два поля. Два поля и кнопка. Изображение иконки. Либо мы можем выбрать какую-то свою иконку, либо мы можем класс иконки прописать от сервиса Avisom. Загрузить шрифт Avisom. Здесь там «Да» и класс иконки. То есть загрузить шрифтовую иконку Bootstrap от Avisom. То есть мы можем сюда ее загрузить. Как пользоваться этим? Я уже много раз показывал. Здесь есть пример, как иконка должна выглядеть. То есть именно переменные иконки. Подсказка такая, некая. Оставим пока без иконки. Загружать шрифт Avisom пока тоже отключим. Количество сообщений. Подсказки. Показывать надпись или и количество сообщений. Нет. Это в этом модуле. Надпись и количество. Общее количество. И количество непрочитанных. Надпись и количество. Можем оставить. И в данном модуле показывать ли кнопку входящих сообщений. Да, нет. Оставим «Да». Переходим на вкладку «Привязка к пункту меню». Вбираем на всех страницах. И в принципе здесь ничего не трогаем больше. Нажимаем «Сохранить». Идем на фронтальную часть сайта. Модуль мы не видим, потому что это для авторизованных. Я авторизуюсь как администратор. Сразу же вот здесь вы видите появляется модуль. Вот этот заголовок вы можете изменить спокойненько. Вот здесь. Соответственно, вот ссылка «Непрочитанные сообщения» и «Входящие». Сейчас тоже это разберем. По поводу иконки. Возвращаясь к этому вопросу. Если загрузить шрифты Avison, мы включаем «Да». Ссылку на эту страницу, где можно взять необходимую иконку, я оставлю в описании под этим видео. С главной страницы вот здесь есть кнопка «Icons». Кликаем сюда «Icons». Выбираем необходимую для нас иконку. Я возьму вот эти двойные стрелочки. Когда выбрали иконку, кликаем по иконке. Здесь вот будет наверху такая строчка кода. Один раз левой кнопкой мыши по ней кликаем, и у вас это скопировалось в буфер обмена. Вставляем это в текстовый блокнот Windows, чтобы отсеять ненужные теги. То есть нам, по сути, не нужна вся строчка кода. Нам нужно название. То есть вот это название иконки. Без вот этого «фас», «класс» и «закрывающего тега». И до кавычек. Вот это тоже не надо. Вот это удаляем, чтобы вас не путало. Нужна только вот эта вот конструкция. Переменная, которая у нас будет подтягивать нужную иконку. Теперь эту строчку я копирую. Возвращаясь в админку. Вот здесь это проставляю. Но вам в начале, как в примере показано, нужно поставить «fa» еще раз. То есть вот как это сделал я сейчас. То есть «fa» и потом уже переменную нашей иконки. Теперь я сохраняюсь. Иду на сайт, обновляюсь. И вот здесь вот просто напротив будет маленькая иконочка всего лишь напротив вашего сообщения, если это нужно. По настройкам модуля сейчас еще пройдемся. Давайте закончим здесь. Здесь, в принципе, мы с этим модулем разобрались. Можно его закрывать. Здесь у нас есть еще один модуль. DJ Message Users. Модуль пользователей для компонента DJ Message. Давайте вот тоже рассмотрим. Включим в положение позиции 7. Это справа. Привязка на всех страницах обязательно. И ограничение списка сообщений. Можно здесь выставить. Сортировка. Имя по возрастанию. Имя по убыванию. Здесь пока оставляем как есть. Сохранить, закрыть. Модуль включили, настроили. Обновимся. Здесь модуль у нас показывается с заголовком и больше ничего нет. Как только у нас будет переписка с каким-нибудь пользователем, обратим внимание на этот модуль. Посмотрим, как здесь что изменится. Но так как это тестовый у меня сайт, я здесь один нахожусь, никого больше нет. Поэтому мы сейчас искусственно создадим еще одного пользователя, чтобы произвести тест переписки между пользователями. Но перед этим давайте разберем вообще вот эти вот модуль. Если я кликну непрочитанное сообщение, мы видим меню. И здесь очень сильно напоминает компонент Adime. Систему личных сообщений. Очень старый компонент, который давно существует и который, скорее всего, скоро затухнет. Так как обновление там раз в год происходит. И вот у нас на замену идет отличный компонент. Тем более он интегрируется с доской объявлений, что не может не радовать. То есть, что мы здесь видим? Значит, в этой папке нет сообщений. Здесь есть вкладки входящие, отправленные в архиве в корзине. Есть кнопка написать, есть кнопка настройки. По клику по кнопке настройки здесь есть отключить получение сообщений, отключить публичный профиль, disable email notification. Еще одна есть кнопка. Также здесь есть поиск. Если будет много сообщений, прочитано, не прочитано, в архиве, в корзину, обновить. Например, очень полезно, если вы переписываетесь, да. Вдруг вам кто-то уже написал, вы в режиме переписки ждете ответа, например, человека. Обновили и сразу будете видеть, что сообщение уже дошло, например, или еще не дошло. Также тема, имя, дата. И как эти три кнопки взаимодействуют вообще с админкой, с пользователем, да. То есть я нахожусь в своем профиле, как администратор. Если я кликну отключить получение сообщений, отключить публичный профиль и enable email notification, я так понимаю, что это отключение отправки по email. Соответственно, когда у нас все включено, если мы с вами пройдем в пользователи, то есть это компонент DJ Message, дальше пользователи, видим здесь нас и видите три галочки. Вот как раз таки это и есть. Сейчас все три галочки, это все включено. Если здесь я в фронтальной части сайта, например, кликну enable email, не получать уведомлений на email, то есть, соответственно, здесь это тоже будет проставлено красным крестиком. Это также можно отключить и здесь в админке, как администратор. Я кликаю disable email notification, не получает сообщения, обновляю админку, вот крестик появился. То есть, я не буду получать уведомления на email, но сообщения буду видеть здесь, именно в личном кабинете, так сказать, сайта. Соответственно, я могу также из админки это обратно включить. И то же самое здесь, если отключить вот эти вот параметры, обновим админку, это отключается вот эти два-две кнопки. Соответственно, когда здесь будет пользователь, здесь тоже у него будут такие параметры. Также, когда здесь будет пользователь, вы как администратор, что можете сделать? Если это какой-то нарушитель, можно его заблокировать, разблокировать, сделать видимым, сделать невидимым. Что здесь еще есть? Про пользователи мы с вами поговорили, про сообщения. Здесь просто будут отображаться сообщения. Шаблоны. Интересная тема. Это те шаблоны, в каком виде и при каких обстоятельствах, то есть какое-то сообщение, ответ на вашу тему или это первый запрос. Здесь все на английском языке. Вам надо пройти в каждое сообщение, перевести это на русский. То есть, например, перевести надо будет имя, тема. И вот здесь вот, опять же, вот это мы не трогаем, то, что в квадратных скобках. Вот это в квадратных скобках мы не трогаем, это переменные. Вот это переименовываем на русский. И вот это тоже. Это приветственное сообщение, что, например, привет, с вами связался такой-то человек с вашего сайта. И здесь будет, например, подставляться имя этого человека. Это чтобы вы сразу могли видеть и знать, что на вашем сайте кто-то вам что-то написал. Соответственно, эти все письма, их тут немного, вам надо в каждое зайти и переименовать это все на русский, чтобы просто они вам не приходили на английском языке. Теперь самое интересное. Проверим, как переписываться с пользователем на стороне сайта. Для этого мы создадим еще одного пользователя. Переходим в пользователи, менеджер пользователей. Создадим просто тестового пользователя. Итак, пользователи создали легко. Придумали имя, придумали логин, придумали пароль. Записали email. В группе по умолчанию сразу зарегистрированный данный человек. И на вкладке параметры три нижние кнопки принимает сообщение, профиль виден. И третья строчка system.dgmessage, которая у нас не переведена. Здесь все так же по умолчанию все да, так и оставляем. Сохранить, закрыть. У нас получается пользователь тест. Также, если мы перейдем в dgmessage, перейдем в пользователи, мы увидим, что здесь есть тест. У него тоже по умолчанию вот эти все три кнопки, они включены. Получать все уведомления. Два пользователя созданы, я и тестовый. Я захожу в свой профиль, авторизован как супер-юзер. Я вам говорил, что мы обратим внимание вот на этот модуль. Обратите внимание, здесь появился пользователь. Тест. Хотим написать ему. Что мы для этого делаем? Мы кликаем по его логину. И видим с вами форму, где мы можем написать человеку сообщение. И ссылка закрыть. И пишем. Привет. Сообщение. Как дела? И давайте прикрепим вложение, чтобы просто посмотреть, как это будет работать. Кликаю на кнопку «Выберить» или «Переместить» сюда. Например, с компьютера хочу прикрепить свой логотип. Открыть. Он показан здесь. Также здесь есть крестик. Если вдруг мы решили удалить вложение. Я нажимаю на кнопку «Отправить». Далее, по идее, пользователь должен получить уведомление еще и на email. Но, как я уже говорил ранее, это проверить мы не можем, потому что мы на локальном сервере. Теперь я нажимаю «Выход» и ввожу «Логин тест». То есть я авторизовываюсь как тестовый пользователь. Сразу попадаю в профиль, потому что я был на этой странице. Во-первых, если человек гуляет по сайту, вот этот модуль будет у него виден всегда. И он здесь увидит, смотрите, непрочитанное сообщение 1. И, соответственно, вот оно. От SuperUser. Привет, привет. Подробная информация, то есть дата отправки, от кого, как дела написано, вложение. Если я кликаю на ссылку «Вложение», здесь вот вам плохо видно, потому что на черном экране логотип вот здесь вот у меня темный. Он посередине вот здесь. Картинка на самом деле видна. То есть это в новой вкладке открывается вложение. Напишите ответ. То есть это сразу идет уже ответ ему. Давайте это и сделаем. Он спрашивает у меня, как дела? Я пишу «Хорошо». Нажимаю «Отправить». Сразу у нас появляется в отправленных то, что мы ответили. Также мы можем здесь отобразить, сколько на одной странице отображает сообщение, прежде чем появится постраничная навигация. Также, поставив галочку напротив, мы можем добавить в архив. Кликнув по архиву, у нас здесь сообщение исчезнет. А в архиве оно появится вот здесь. И также, например, «Восстановить» во входящих. Оно опять возвращается. Также пометить его, как не прочитано. Теперь давайте посмотрим ответ. Я нажму «Выйти» и войду как администратор. Вижу, что у меня вот здесь показано одно сообщение. Нажимаю «Входящее». Вижу сразу, даже не переходя в письмо, ответ вот здесь ниже «Хорошо». Если я кликну сюда, то могу сразу ответить. Еще раз написать «Тест» туда. То есть вот так вот это работает. Достаточно все смотрится интересно. Также вы можете написать сообщение, нажав на кнопку «Написать». И тогда вот здесь будет список использователей, которые зарегистрированы. Вы можете здесь даже в поле «В поиска» вбить его логин, если вы знаете этого человека, какой у него логин. И написать это сообщение. Соответственно, каждый человек может закрыть. То есть не заходя в админку, обычный пользователь, воспользуясь вот этой настройкой. Отключить получение сообщений, он не будет их получать. И отключить публичный профиль. Это если он хочет скрыть. И также он может включить уведомления на email. То есть эти настройки здесь есть. А это значит, что это полноценная система личных сообщений на сайте. Мы практически все с вами разобрали, кроме пунктов меню. Да-да, здесь еще есть пункты меню для нашего компонента DJ-сообщений. Прежде чем мы посмотрим пункты меню, здесь вот я еще хотел показать сообщение. То, что вы как администратор будете видеть всю переписку всех пользователей вот здесь на сайте. Если вдруг надо что-то удалить, можно будет это сделать, нажав на кнопку «Удалить». Или также можно прямо из админки личное сообщение написать. Выбрать получателя и так далее. Теперь про пункты меню. Переходим в меню «MineMenu». Нажимаем «Создать». Пишу, например, название пункта «Сообщение». Тип пункта выбираем. А у нас появляется, видите, здесь DJ Message. Выбираем. И всего лишь один пункт «Сообщение». Выбираем его здесь. И, по сути, у нас с вами все готово. Мы нажимаем «Сохранить». Все включили. Переходим в фронтальную часть сайта. Вот наше меню. Вот сообщение «Пункт меню». Если я кликаю, у нас просто дублируется. Открывается это в пункте меню. То есть, как все, в принципе, у всех компонентов сделано все правильно. То есть, открывается дополнительное меню для нашего вот этого сообщения. Чтобы у него была своя страница. На этом обзор компонента DJ сообщения закончен. Мы, в принципе, с вами все разобрали. Надеюсь, вам все было понятно и понравилось. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok